Арт-ложечек, привет! Открываемся, открываемся, я пришла в свою парилку, слушайте, чем холоднее на улице, тем жарче в студии, они, видимо, подкручивают отопление, и вот это просто реально батареи, мне кажется, надо кондиционер реально на холод включать, очень тепло, открываю сразу окна, где только возможно. Так, я с утра вообще активно, планы на арт-ложечек на последние 10 дней этого года вообще, да, особо есть, честно, никаких. Закончить марафон, довести его, сейчас уже третья, да, третья тема из пяти, круто-круто, позавтракать сейчас я хочу. Что еще? Пряник-пати, конечно же, провести с детенышами, а то не было еще в этом году, обычно мы уже устраиваем, наверное, это самое, так сказать, позднее по датам будет пряник-пати. Так, где мой стаканчик для кофеечка? И много прямых эфиров у меня, один из них это постановка целей на Новый год, надо этим заняться. Я пока еще не решила, когда именно я буду складывать все свои мысли, бля, как жарко, но, наверное, даже и в следующем году, да, более, знаете, спокойный будет мозг. Все, и сейчас я завтракать торжественно, арт-ложечек со слоечками сыром, открываем. Арт-ложечек, привет, шухер у меня, конечно, вот так, принесла ватные палочки, ватные палочки, чтобы были, я поняла, что они мне нужны. И я вчера вообще, короче, ничего не записывала, в итоге эфир круто прошел, я теперь хочу напечатать все, просто все возможные принты, которые у меня есть. И я тут шкурку ношу, утепляюсь, так сказать, когда открываю все окна, уж лучше утепляться, чем в такой парилке быть. Сейчас второй эфир на этой неделе с Мариной по поводу планов, целей на следующий год, это очень-очень круто. Сейчас посмотрим, что у меня с молоком, я стала тут молоком, тут же такая жара, и я самая прохладная, супер, супер. Короче, тоже оставлю ссылочку, я уверена, что эфир будет очень-очень полезен, ну, потому что я делаю это для себя, ибо я обожаю ставить себе цели на год, это очень-очень хорошо. Так, водичка вроде есть, так, и теперь надо кофеечек взбодриться, взбодриться. Что еще хочу сегодня поделать? Хочу сегодня, блин, надо купить капсулы для этой кофемашины, хочу сегодня допаять красоту, поснимать как раз процесс, и посмотреть, что получится. Лента у меня тут осталась, и я такая, может быть, найти просто стеклышки какие-то побитые, вытащить из окна, и как-то попробовать еще попаять. Но, знаете, сначала надо разобраться с этим, с исходными материалами. Что еще? Ну, по дороге свитой поболтала по поводу марафона, когда что заканчивать, когда вот по поводу ткани у нас основной движ, потому что праздники же праздники. И спорт. Сегодня был спорт, но почему-то на спорт сил вообще не хватало. Может быть, потому что я перепутала время и пришла на 2 часа раньше для своих пробежек, а не на час, как обычно. И у меня начинает болеть колено. Это нормально, потому что, когда я много бегаю, у меня начинает болеть колено. Спорт довольно-таки такой травмоопасный именно для суставов. Ну, мы говорим про бег. Я сегодня попробовала на эллипсе пофигачить. Вообще, как бы, ну, вообще, чувак не мой. Это очень тяжело. Мне почему-то, я, я понимаю, что это делаю неправильно. У меня поясница как-то начинает ныть. Ну, короче, в итоге я полчаса на нем пофигачила и пошла на дорожку просто ходить. Просто ходить лишнего не будет. Это очень-очень хорошо. Так, все, я пошла заряжаться кофе. У меня до эфира есть 29 минут. Замечательно. И что-нибудь поделаю. Ой, забыла сказать, сказать, скажите. Я в своем репертуаре на прошлой неделе. Я была уверена, что загрузила три ролика для канала Уроки Кати, на котором 2000 подписчиков. Ура, 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 уже больше даже. Вот, и один ролик-то я думала, что смонтировала, а в итоге я его удалила, где я рисовала снегиря. И я такая, ну ладно. На самом деле я уже, правда, спокойно отношусь к таким историям, потому что они часто происходят и бывают. Главное делать с запасом. Так, арт-ложечек. Традиционный кофеечек. Отдыхаем. Провели эфир с Мариной. Не получается в час укладываться, потому что очень много, что хочется обсудить, о чем рассказать. И эфир очень классный и очень полезный. Может, не получилось запихнуть, знаете, каких-то банальных конкретных фраз, типа, вот, там, делаем что-то, что-то такое. Получилось как раз глубже и правильнее. Работа над собой, над своими целями – это работа. И здесь очень важно, опять же, слушать себя. Чтобы прийти к достижению какой-то цели, нужно сложить много-много всего. И, в первую очередь, это, конечно же, понятие своей цели. То есть, то, чего мы истинно хотим и должно стоять во главе всего. Тогда картинка вся сложится. Ссылки я на эфир оставлю. Я обязательно загружу на YouTube его. А сейчас я прихожу в себя, я очень хочу попаять. Но не знаю, конечно, как это. Короче, сначала я хочу пять минут отдохнуть. Ибо всегда прию эфиры – это такой драйв, такой движ. И столько информации. И я сама после эфира теперь со своим колесом баланса сижу. И такая, блин, хочется им заняться. В общем, меня сейчас немножко разрывает. Но, чтобы меня перестало разрывать, надо просто чуть-чуть отдохнуть. А дальше посмотрим, что выйдет. Может быть, все-таки попаяю. Потому что у меня, на самом деле, мне нужно кое-какие тут холсты перебрать. Мне нужно, опять же, попаять. Я хочу еще маркер себе сделать. Точнее, переделать старый. И, короче, в общем, как вы поняли, список нормальный такой. Товарищи, аллилуйя! Аллилуйя! Я сделала это. Готово! Вот он. Мой ловец солнца. Конечно, здесь солнца нет, никакого верхний свет. Но нормально. Все нормально. Я устала. Времени это что-то заняло много. Отдельное видео на канале будет. Я думаю, уже, да. И надо это отнести до Шен. Порадовать ее. И упаковать, конечно же. Так, все, арт-ложечек. Я дую домой. Уже темно, хотя не поздно. Но надо дуть. Юрий будет дуть, дуть. Юрий будет. Не переделала я еще список, который у меня есть в телефоне. Но важные дела, так сказать, по делу. И мне нравится, что если я сейчас что-то не успеваю, то то, что я успеваю, оно в приоритете. Это важные дела. То есть, если раньше я прокрастинировала, не делала то, что нужно делать, то сейчас все сдвинулось. И это круто. Вот, блин, осталось у меня тут балоко. Оставлю на завтра. Ладно, молочко. Или с собой заберу. Не знаю. Короче, все, собираюсь. И до завтра. До завтра. Я с утра хочу пораньше тоже прийти и дома, точнее, еще поработать. В общем, посмотрим, как будет все складываться. Блин, что-то я прям до сих пор в тонусе от тренировочки сегодняшней. Прям как-то я это... Почувствовала, что пришла почти на час раньше и, соответственно, больше находила, натренировала. Служечек, привет! Я сегодня дома, потому что я в последние дни перетрудилась. Это было эмоционально очень движно. И я поняла, что два эфира подряд мне нельзя делать очень эмоционально, но меня это круто влияет. Я прям вообще вот такая вот штырена, еще и кофеечек, еще и все. И вчера вечером я просто лежу и понимаю, что у меня давление, что я такая, все, завтра буду отдыхать. И вот я сегодня отдыхаю. Ну, как отдыхаю? Я просто отдыхаю от студии, наверное, студийных дел. И мне нравится, что она меня сразу приводит в тонус. То есть там и отдых в то же время есть какой-то... Ну, для меня переключение, так сказать, обстановки, смена обстановки является и отдыхом. И врубаюсь сразу в такой правильный рабочий настрой. Дома тоже работа есть, но она так, знаете, как-то мягче проходит, потому что в основном здесь рутина. И вот мне надо сегодня ролик смонтировать. Кстати, почему я это не делаю? Я тут засела итоги года подводить, смотрю свои списочки и засела. Можно было бы смонтировать ролик, и пока он экспортируется, я вот... Видите, хорошие мысли приходят после. Записала разбор по каракулям. Тяжело у девочек была тема. Это все логично, потому что в этом марафоне у нас собрались люди уже с хорошим опытом. У них прям такой багаж, который тоже накладывает, знаете, уже свои какие-то формулы работы. И какие-то новые простые вроде как темы выйти за рамки комфорта всегда дается тяжелее. Но это круто, потому что мы все пройдем. Я девочкам даже предложила второй раз еще этот урок пройти, попробовать сделать еще каракули, но уже после Нового года, когда марафон закончится. Потому что мы с Витой поняли, что нам очень важен результат именно того, что мы делаем, каких-то обучающих процессов, чтобы мы это видели, чтобы у людей действительно пошли изменения. И вот здесь в этой теме не дораскачались еще наши участники. И поэтому мы будем вкладываться, так сказать, продолжим чуть-чуть еще марафончик. Что еще? Посмотрела сейчас вебинар по витражам. Да-да-да, я пока в витражах, потому что понимаю, что надо мне эту тему как-то закрыть. Моя она или не моя, потому что она тоже отжирает у меня энергию. И с этим, конечно, надо разобраться. Причем я бы не собиралась смотреть этот вебинар. Я как бы записалась на него, но думаю, ну ладно. И реально забила. Но вечером мне позвонила девочка из Академии ремесел и спрашивает, а вот вы пойдете? И мы что-то с ней так разболтались на тему этого вебинара, вообще на тему витражей, на тему образования. И так мило поболтали. Я думаю, что, конечно, все-таки я до них доеду, потому что хочется попробовать это дело. То есть надо мне продумать что-то, какие-то заготовки и найти у них какой-то формат для себя. Вот такой разовый, не полного курса, а чего-то вот такое на пару раз. Потому что полный курс мне все-таки не нужен. Они там рассматривают, изучают все техники. И классический витраж, и Тиффани, и фьюзинг, и все-все. Господи, сейчас пойдут такие названия, как это, как из магазина для взрослых. Из подборки, да-да-да, сайтов для взрослых. И мне это не нужно. То есть меня больше техника Тиффани интересует, потому что она самая для меня такая оптимальная. Но мне надо ее еще попробовать. Я ее не попробовала. И закупка всех материалов тоже мне не нужна. Но вдруг не покатит. Зачем я буду тратить на это деньги? И оптимально здесь, конечно, пойти все-таки на какой-то мастер-класс. То есть тот бокс, который я купила, он дал мне понять, что объемный это, Катя, не твое. Он висит красивый такой шарик, такой прекрасный. Но я не хочу больше такие шарики делать. Нет, нет. И батарея садится. Да, это знак. Нужно поменять батарею и перекинуть видосы. И сесть смонтировать. Блин, арт-ложечек. Я тебя сейчас монтирую и понимаю, что очень мало рисую. Это такой отстой. Дни болталки и мне грустно за себя. Мне хочется больше рисовашек. И сегодня вообще на самом деле день дебильный. Кроме первой части, когда все с марафончиком было классно. А потом все пошло не по плану. И у меня стояло в задачах сегодняшнего дня купить подарки. Я купила один подарок воспиталке. У нее был день рождения. Принесла ей подарок такой сырочки всякие. Я обычно покупаю букеты, которые закупорены. Французские букеты, итальянские букеты. И набираю всякие закуси вкусненькие, прекрасные. Воспиталки нету, завтра ее тоже не будет. Я такая, ну в холодильничек тогда поставите. То есть на выходные она тоже уходит. И мне надо было купить подарки девочкам, их детенышам. Еще посмотреть пару подарков. Еще девочке, у которой был день рождения, тоже найти было подарок надо. Короче, мы с Дашей набошли весь торговый центр. А, Даша еще платье хотела купить. Ничего не нашли. Могу только себя порадовать тем, что купила Даша какую-то сумочку за 9 рублей. Потому что спасибо, есть бонусы спасибо. И в каком-то магазине удалось им расплатиться, оказывается. Ну вот, хорошо, что еще сами об этом напоминают продавцы. И в завершении лажи этого дня, значит, я хотела кое-что себе заказать на Wildberries. Заказала. И он сначала начал меня доставать пунктом доставки. Что типа, этот пункт загружен, а в этот мы не доставляем. Выберите другой, короче. И в итоге я опять выбираю тот, который был загружен, который мне больше всего подходит. Проходит оплата в 6,5 тысяч. И сразу приходится сообщение, что ваш заказ отменен, товара больше нет в наличии. Фак. До 10 дней возврат бабла. И с учетом праздников мы понимаем, да, что это я такая... Вот я сделала себе новогодний подарочек. Отложенный платеж. Видимо, придет мне подарок от Wildberries, да. В виде 6,5 тысячи. Я такая, блин, елки-палки. Короче, забила на все, не буду никому ничего покупать. Завтра у нас пряник пати. И все. И все. И надо порисовать. Надо порисовать. Ну, купила тетрадочки себе, чтобы левой рукой писать. Тоже радость. Короче. Бесит. Бесит. Я ненавижу шоппинг, если честно. И правда, я ненавижу. Когда вот такое вот. Вот поэтому я не люблю магазины. Смонтировала артлог хотя бы. Змей ползает. Давайте змею, что ли, хоть покажу. Этот пацан пытается вылезти. Ну, уже не особо пытается. Такой красавец. Как я тебя люблю вообще, пацан. И спрятался за ширмой. Как он мне хорошо тут лазит. Че слишком толстый свалился. Надо покормить будет завтра. У тебя будут новые мыши. Новый размер. Да-да-да. Я им заказал новеньких. Ты мой красавец. Да-да-да. Ты красивый. Ты думаешь, я тебе сейчас еду дам. А я тебе завтра ее дам. Если не забуду. Чувак. Красавец. И он ее так. Я думал, он ее не съест. Да съест, съест. Красавец. А то давно у нас не было. Змееныша купила новых мышей. Да. Да, вот у меня тут юный блогер. Все, потребляемся. Ой, змей, как у тебя красиво. Дизайн весь, вообще так все стильно. Мама. Да. Я могу вам рассказать один секрет о змеи. Секрет о змеи какой? Да. У него на голове очень красивые узоры. А дико даже глаз не отлипнет. Глаз не отлипнешь? Нет. Может глаз не оторвать? Мама. Справляется, справляется. И не фокусируется, как всегда. Ай, ложечек. Я добралась до студии. Да. Да, да, да. И я, наверное, дня три не брала камеру в руки, потому что я приболела. Да, огонь. И вообще очень странный период. Мне кажется, просто год мой уже закончился. Как вы знаете, я всегда болею вовремя. И тут вообще очень странно. У меня температуры нет. Это как бы физически вроде. Ну, как физически. По внешним показателям всё нормально. Только у меня защемил нерв. Я... Вообще, меня что-то тошнит. Состояние как будто температура, кашель. Ну, вроде как бы всё в порядке. И я поняла, Катя просто год подошёл к концу. И я решила забить на всё. Не записывать больше уроки, потому что просмотр падает. И сейчас вообще такая вот эта вот предновогодняя суета, которая очень давит. Ну вот я прокашлялась. Короче, вот эта вот предновогодняя вся история. В этом году её давление я ощущаю вот очень активно. Наверное, потому что я сама устала от того, что я хорошо вообще потрудилась в этом году. И всякие эти акции, суета с подарками и прочим-прочим. У меня просто нет на это сил. И я решила позволить себе расслабиться. И мне кажется, у меня это в целом получается. О приятностях. Я купила себе холсты, чтобы переходить, опять же, на них. Нужны новые. И хочется какие-то старые тоже закрасить. И хочется порисовать. Потому что если я не рисую долго, я тоже начинаю в какой-то депрессняк впадать. И именно про живые материалы идёт речь. Я сегодня, кстати, подделала несколько паттернов. Они прикольные. Я потом их покажу обязательно. Скинула их только на комп, и всё. На марафоне дела идут хорошо. Но тоже вот это вот уже предновогодняя история. И мы всех уже успокоили, что типа сейчас в расслабленном режиме. Мы ещё после Нового года в январе будем продолжать нашу активность. Потому что нас печать ткани ждёт. И там уже, так сказать, итоги какие-то подведём. Ну а сейчас я хочу покайфовать немножко в студии. Сегодня 28 число декабря 2021 года. Я не знаю, приду я ещё в студию или нет. Но что-то мне кажется, что я уже до сюда не добегу. Поэтому мне хочется тут посидеть, покайфовать. Так, я сейчас записала итоги года. Слушайте, я такая больная сижу, такая вся раздавленная. Но мне понравилось, что я на расслабоне. И знаете, я прям вот новогоднее настроение себе создала. Опять же, мы с вами все его создаём. И я сейчас хочу попробовать сделать из маркера молотого, из акрилового, который у меня есть. Короче, нет, надо будет другой маркер найти. Сделать себе масляный маркер. Вот сейчас попробую, поэкспериментирую. Да, я сейчас буду откручивать всё. Краску, правда, я не взяла здесь. Блин, у меня много краски, но почему-то этот маркер плохо пишет. И, в общем, я не знаю. В принципе, если я сделаю из него чёрный, но, правда, акрил с маслом как смешивать, ну, разбавителем, пененом нормально, мне кажется, покатит. И вот это вот всё вытащить. У мои маркеры. Опа, вытащилась. Да, вот здесь вот ничего нету. Отлично. Я сейчас промою все внутренности. И залью туда жижу разведённую. Надо её только развести. Я вот вытащила два шарика, которые там были стеклянные. Они не хотели вообще вытаскиваться. Ау! Ну, пусть... Ай-яй-яй-яй-яй, не укатывайтесь. Не укатывайтесь, куда вас положить. Вот. Ааа! Ладно, пусть сюда на салфеточку. Слушайте, я... Это... У меня мозг, видимо, хорошо, что я пишу левой рукой. Я думала сначала навести жижу в стаканчике, но потом я поняла, что можно сразу выдавить сюда краску. Плюс, как бы, шарики помогут хорошо это всё дело взбить. Вот. И я сейчас их закину и буду заливать разбавитель. Так, вот я сейчас дотряслась до того, что там шарики... Ну, просто здесь оставался где-то воздух. И вот сейчас шарики бултыхают там. И мы будем... Ой. Пить. Дальше. Ещё доливать растворителем. Аккуратненько. Пить. Так, как я... Вот я, кстати, в прошлый раз очень хорошо вытащила это всё. Мм? Прокровываю. Так, зубами не получается. Как же я вытаскивал в прошлый раз это всё? Ой. Блин, вот я помню, что у меня не получалось в прошлый раз это всё вытащить. Блин. Товарищи. Как я это легко вытащила сейчас, а? Почему сейчас? Почему у меня не получается? Всё, вытащила. Спокойно ногтем подбавили. Ой. Смотрите. Ага, слушайте, у меня не работала пружинка здесь. Всё понятно, почему у меня не функционировало это дело. Продолжаем. Ещё. Вливаем. Сейчас это всё потечёт по моим рукам. Ну. Не брызгайся. Оп. Опа. О, блин. На. Так, ну вроде не сильно. На кофту мне вроде не попало. Катя, Катя. А, и кстати, я и так и не закрыла. Слушайте, а как быть? Как быть? Просто химик. Угу. Продолжаю. Угу. О, закрылась. Всё супер. Ну, вы только видите, какие у меня руки. Надо срочно их отмывать. Но для начала ещё потрясти это всё дело. Ах, посмотрите на мои руки. Пойду мыть. Друзья, по ходу дела у меня получилось. Я не знаю, как долго будет жить этот маркер, но посмотрите. Толстая масляная линия, которую можно рисовать на холсте вместо карандаша. И просто я использую, когда обычный перманентный маркер, он просвечивает через масло, которое сверху замазывается. И это не круто. А здесь... Yes, yes. Теперь следующий этап. Ну, я сейчас уже, наверное, не буду делать. А что это я не закрыла пенен? Типа, испарясь в такую жару, конечно. Ну, жара смысла у меня тут в студии. И вот этот маркер надо тоже как-то реанимировать. Может быть... А давайте я просто разберу и посмотрю, что случилось. Потому что он у меня, как я показала, плохо пишет. Вообще маркеры молотов, они чем крутые? Вы покупаете потом просто, зарядку, так сказать, отдельно краску. Вот это вот, да, штуку тоже надо вытащить. Я только сначала протру. Да, видимо, периодически там, когда подсыхает что-то... Краска что-то. Что может подсыхать? Опа. Вот это вот пружина не работает. Опа. И, наверное, как-то загустела красочка. Интересно. Потому что краски-то здесь много. Смотрите. А, нет, не очень. Так, ну вот, достаточно. Может быть, и перемешать. Главное, чтобы теперь не свалилось. Так. И, может быть, попробовать вытащить и поменять этот наконечник. Наконечники, кстати, тоже продаются от Дельно. Так. Е, бэйби, е. Я стала просто гуру маркеров молотов. Опа. Так, чуть уберем. Все, супер. Ай. Ай-ай-ай. Опять. Чувствую, Новый год я буду встречать с вот такими кровавыми пальцами. Ладно, потом. Так. Нет, здесь пружинка вроде работает. Опа. И. Потрясем сейчас. Крепенько закрыли. Лучше, вот когда вы трясете, кстати, маркеры, лучше закрывайте их. Потому что я так мотрясла, помню. Вам не горю. Так. Ну, слушайте, уже лучше. Просто наконечник поменяла. Да, все. Слушайте, отлично, отлично. О, ты зарисовал, красавец. Ура. Все, я организовала себе маркеры. Аллилуйя. Спасибо. Всем спасибо. До свидания. Арт-ложечка. Я решила новый скетчбук начать чуть-чуть поскетчить. У меня есть полчаса. Включу себе сейчас музычку. Спасибо, ВК-мьюзик. И буду творить. Арт-ложечек, все. Я открыла скетчбук. Засняла процесс. Немножко будет. Когда-нибудь на канале в следующем году, наверное. Давно не рисовала. Это очень чувствуется. Так рука криво идет. Вот это вот мне нравится. И вот этот вот разворотик. Ну, как бы они тут немножко съедают. Потому что здесь очень красивый силуэт. Ну, я начала эти туфли рисовать. И, короче, как-то вот так вот получилось. Тут решил кисточкой замазать. Не пошло. Вот. И вот это вот финальный. Еще раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь скетчей. Ну, так. Сойдет. Ладно. Я молодец. Хотела еще как-нибудь подписать. Но уже сейчас не подпишу. А можно, кстати, еще что-нибудь нарисовать. Тут какую-то телку было в следующий раз. Артложечек. Мы молодцы. Точнее, мы и я, и змей. Все убрали. Все поменяли. Все почистили с мироместинчиком. У нас теперь идеально чисто и красиво. Замечательно. Вот. Ползает теперь. Обуючивается. Да, да, да. Вот. Сидел у меня все это время на шее. Периодически пытался, конечно, куда-то свинтить. Но ничего так. Так, одно дело в этом году важно сделали. Да. Поменяли все. Подготовились к встрече Нового года. Да, мой красавец. Да, да, да. Какой ты сладкий вообще, а? Мыши ищет. Есть хочет. Все время. У меня все животные хотят жрать. Слушайте, ну, сегодня еще будет Катя шопинг. Потому что, блин, я так зарядилась. Вот. Тем, что помыла террариум. И еще тут у меня кое-какие движи были. Но. Сейчас про ламоду. Как я ее обожаю. Я тут ходила, искала Даш платье. И, ну, что вы хотите, ничего не нашлось. Я просто выбесилась. И на ламоде заказала все. И все такое прекрасное. Да, Цезарь. Цезарь передает привет. Во-первых, футболочки. Я очень люблю ставить прям фильтр на ламоде. До 500 рублей футболки. И такие классные дизайны. Вот это вообще мне так понравилось. Это причем мазаке. И вот она, типа, ну, там, рублей 450, наверное. Вот это вот акуловское. Тоже вообще такая ненавязчивая. Потому что у нас, ну, там, психодела. Я стараюсь, конечно, избегать. То есть психодел должен быть правильным. То есть, ну, паттерны, которые делаем мы с Витой, они пока в детских магазинах не всегда приветствуются. Вот. И вот эта милашечка с кисой Даш сама выбирала. Платье вообще такое бомбическое. Это, кстати, села. Была у нас или села, как правильно произносить. Была она у нас. Потом ее закрыли. И очень жалко, потому что они стали делать классные шмотки. То есть, если раньше там какой-то колхоз был, то вот это вот платье, оно очень классное. Тут такие прям эти вшиты цветочки. Очень здорово сделано. И оно приятное к телу. Знаете, часто детские платья, господи, зачем я вам это рассказываю, бывает с каким-то, блин, просто синтетикой внутри. Здесь вот не синтетика, но вот такая прям хлопковая, тонкая. Ну, короче, синтетика подмешана, но она все равно приятная к телу. И вот эта, конечно, вообще очень красивая. И я хотела именно с длинным рукавом. Вот. И вот эта вот чуть побольше. Ну, она оставалась одного размера. Это прям на вырос, но это прям огонь. И тоже подкладка. Такая хлопковая, классная. Супер. Вообще, вообще, посмотрите, сколько блесток. Да, прям что-то меня это... Не так я себя чувствовала днем. Вот. А сейчас прям вообще довольна. Ой, какая красота. Господи, как будто себе купила. Катя, а почему ты себе платье не купила? Катя себе подарки делает на Новый год таблетницы и витамины, да? Не очень. Господи, хочу быть ребенком. Офлажечек. А кто заболел? Я заболела. Причем, ну, я чувствовала, что как бы мне так не очень, но температуры не было. Все было типа бодрячком. Но наступает момент, когда я там доделаю дела, и можно расслабиться. И вот тогда организм такой, вау, теперь я могу поболеть. Вот. И причем я так как-то напряглась, потому что празднование Нового года, придут гости. Потом, если мы поедем на дачу, в общем, вызвала вчера ПЦРщиков. И в три часа ночи, когда я причем с температурой валялась, мне было так нехорошо. Типа отрицательный тест пришел. Я такая, зашибись. Ну, все, по крайней мере, спокойно. Вот. И сегодня просто лежу, отдыхаю, встала с утра, быстро отвела Даш в сад. И, да, можно уже отдыхать, ничего не делать. Так, от ложечек я обещала показать паттерны. Я тут потихонечку выздоравливаю, лучше себя чувствую. Вот такую историю нарисовала. Сейчас прям буду показывать, как он у меня шел в развитии. Блин, посмотрите, какая классная палитра тут складывается. Вот такие кружочки. Это я готовлюсь потихонечку к нашему будущему, следующему марафону. С двумя темами, метавселенной и ручная красота. Ой, господи. Вот такая вот история. Цветовую палитру я, кстати, прям взяла. Актуальную какую-то картинку нашла, которая, на мой взгляд, по цвету. И прям капернула их, ну, то есть пипеточкой беру. И для абстракции это супер. То есть можно самим подбирать, но вот за основу я что-то опять решила, так попробовать делать. И очень круто, конечно, потом я все равно еще докручивала их. Но вышло хорошо. Вот далее. Эй, чего ты тут ругаешься у меня? Дальше. Тут уже немножко с цветом почудили, с режимами всякими. И очень, конечно, круто. Мне нравится. Прям хочется. Уже загрузить это. Но на самом деле надо еще доработать. Потому что я не открывала на компьютере, точнее в фотошопе. И не готовила еще файлы загрузки. Это все я делала на планшете. Вот такая вот история. Мне очень нравится. Решила поиграть тут с контрастами. Вот прям психодел. Но я довольна. И вот эти вот элементы, я их сохранила себе отдельно. Чтобы потом тоже с ними немножко поиграться. То есть вот такие вот глюки. И они вот прям вот... Ну, посмотрите, абстракция. Качество, конечно, тут такое... Ну, потому что маленький совсем элемент. Но отдельно, если смотреть, очень-очень кайфово. То есть вот даже просто как принт. Такой квадратный на футболке. Очень клево будет выглядеть. Это все на прозрачном слое, естественно, у меня. Тут просто такие сдвиги полосочками. Тоже прикольно получилось. Но доработаю еще, посмотрим. Здесь у меня другие искажения пошли. Тоже классно. По-другому и интересно. Надо еще тоже покрутить цвета. Но это все потом, как мы знаем. Вот этот вот психодел. Давайте его попробуем раскрыть. Это я вообще взяла другой паттерн. Это не этот. Свой готовый. Который был на планшете. И поковырялся. И тоже классно. То есть надо тут будет смотреть, какой масштаб. Потому что именно вот увеличенный выглядит супер. Это вот тут мои розочки, если кто их не видел. Из них делала. И этот зеленый прям врезался здесь. И круто выглядит. Круто. Вот. Такие дела. О боже ты мой. У меня отложило ухо. Я прихожу потихонечку в себя. Но на самом деле сплю плохо. Блин. Сегодня 30 число. Меня ждет еще генеральная уборочка. И магазины еще. В общем надо что-то переделать. Потому что я вчера в целом была в отключке. Но вчера на самом деле был офигительный день. Потому что, во-первых, продался наконец-то паттерн, который я очень-очень нежно люблю. Это мой паттерн с цветами, с тюльпаном. Который я вот делала в таком блюре. С искажениями тоже небольшими. И я все ждала, когда он продастся. Потому что он такой классный. И он такой любимый. Я такая, ну почему его никто не покупает? Он же офигительный. Ну я думаю вы понимаете, когда вы что-то делаете такое крутое. А берут как бы что-то из старенького. Или что-то новое, что вы другое сделали. Такие причем быстро. Ну классный паттерн. Но вот есть паттерн и прям любовь. И наконец-то случилась продажа на паттерн банке с этим паттерном. Это прям вот понравилось. Потом еще были несколько крутых моментов. Несколько крутых запросов. Я вообще даже удивлена, что именно перед Новым годом это все прилетело. Потому что, ну, все наверное в новогодней суете. И рабочие процессы уже как бы где-то там. Ну, давайте уже после Нового года. Но нет. И это было очень приятно. Очень круто. У меня, кстати, тут ребеночек. Если начнет петь, не обращать внимания. Но, а, ну еще пришел ПЦР-тест. Я, по-моему, про него сказала. Отрицательный. Все. Вот. Ну, киса тут у нас. С кисой мы так играем. Да, что он может цапнуть. Даша, ну ты должна знать. Уже ряжу. Меня не слышит в наушниках. Короче. А вечером была вообще просто магия. Был эфир в инстаграме Павла Андреева. Там про... Как же там назывался? Про злую матку. Про коуч-бабушку. В общем, про материнские истории. И про Новый год нам тоже говорили. И я такая сижу и понимаю, что хочу отправить запрос. Он сказал, что будет разбирать карту в эфире. Иногда он приглашает народ. И это был вообще такой момент. Да, Женечек поет. Я запишу вообще отдельно, наверное, про это видео, когда в себя приду. Потому что очень много есть, что рассказать по этому поводу. И по поводу того, что... Ну, не только как я вышла в эфир и что именно он мне рассказал. Ну, точнее, что он рассказал. Вы все сами видели. Потому что я видела. Кто-то меня там сразу поймал. Но как это легло именно на меня. И как я решилась отправить запрос. Потому что действительно нужно решиться. И я вчера прям сидела и понимала, почему я... Ну, то есть, вот я нахожусь в таком состоянии. И серия не готова. То есть, вот выйти в эфир и обсуждать какие-то личные темы. Ну, потому что не готова. Потому что мне там и стыдно, может быть. Хотя я не понимаю, почему. Ну, то есть, я чувствую, что внутри я не в том состоянии. И в таком состоянии человек точно не примет мой запрос. И я потом плюнула реально на все. И сказала себе, типа, Катя, ты хочешь узнать ответ вот на этот вопрос? И все. И после этого я отправляю. И я прям сразу почувствовала, что он завис на моем комментарии. А я сидела дома вот такая вот с температурой. Короче, тут Даша. Я такая пипец. Я просто начинаю брать наушники. Сразу. Думаю, сейчас я выйду на лестницу, чтобы меня никто не отвлекал. И посмотрю запрос, короче, от него на прямой эфир. У меня просто легкий шок. И это, конечно, прям вот такой подарочек на Новый год. Вот Режек у меня пришел. Так что чудеса случаются. И если коротко в двух словах, то я молодец. Я понимаю, что, блин, я очень хорошо себя чувствую. Не в плане физическом сейчас, хотя и сейчас тоже, мне кажется, хорошо себя чувствую. Чувствую свои вот эти вот какие-то все страхи, какие-то блоки и как, куда надо двигаться, чтобы их решить. То есть я говорила про расстановки в предыдущих видосах. И в целях, так сказать, на следующий год тоже стоят расстановочки, да, чтобы решить определенные проблемы, которые вообще не мои. Но надо с ними разобраться, потому что родовая система, она такая. Это как бы вроде и не твое, а твое, потому что это же род. Вот, короче, вот так вот. Я просто, я так сразу зарядилась. Это вообще такой шок. Я была вот в афиге, просто вот такая вот. И мне пишут девчонки, которые учатся у Андреева. Во-первых, ну, я подружке своей написала, которая учится у него, уже заканчивает обучение длиной, мне кажется, вообще во всю жизнь. Там надо постоянно с ним учиться, учиться, развиваться, чтобы дойти до такого уровня, как Павел Андреев. Она просто в афиге была, потом еще одна девочка написала, тоже типа, о, Катя, ну, змей тут, змей у меня ползает. Ой, линза, линза гуляет. В общем, такие вот дела. Не знаю, я, наверное, ложечек буду закрывать уже в следующем году или в этом его закрыть. Нет, вообще, наверное, надо в этом закрыть, но еще завтра 31-й, поэтому посмотрим. Да, кошка, кошка, ты все змея хочешь, да? Ой, он думает, он, главное, с ней такой коммуницирует внешне. Он думает, правда, что это большая мышь, и он ее потом подрастет и съест. Да, Риш? Да? Так. Так, а я себе тут решила планер на следующий год начать делать. Да, после того, как попила всяких горячих чаев. Вот. Пописала левой рукой. Молодец. Рука дергается, бабуля там активничает, уже всех поздравляет. В 30-е число только. Ой, красота. Артложечек. Уже закрываемся 1 января, но почему бы нет, давайте все этот год провожаем. Я его проводила прекрасно и встретила уже, и еще, мне кажется, встретила, и встретила, и встретила. Классный год был. Классные артложечки. И увидимся в следующих артлогах. Да-да-да. Всем спасибо, всех с наступившим. И целую, обнимаю.